Вот, понимаешь, прежде чем изобретать свой велосипед и гениальничать, ты сначала освои то, что уже для тебя, да, придумали. Теперь смотрите, вот мир, травки этого мира, и первая цифра это ноль, так ведь? Да. Вот, круглый, гладкий, полностью вписанный в этот мир, довольный, ясно, да? Вот, знаете как, если взять историю нашей страны, кулак, помните таких? Да? Хозяин. Да. То есть, его ничего не интересует, в принципе, там, ну, я так утрирую, моя хата с краю, но я доволен, я полностью адекватен этому миру, у меня все есть и так далее. Ясно, да? Единица. Постоянно куда-то стремимся, врываемся за пределы нашего мира, рвемся вперед, удержаться там не можем, падаем вниз, у единички даже есть вот такая специальная штука, чтобы вообще вот туда нафиг не пролететь. Есть такое дело? Да. Теперь вопрос. Какая цифра должна быть первой у настоящего советского человека? Единица. Согласны? Ноль это не наша идеология. Вот вам ответ на вопрос, да? Ну, двоечку, если взять. Похоже на единицу, по сути, да? Но чуть более плавно, более гармонично, хотя суть та же самая, но успел то, что уцепить сверху, реализовать здесь. Пусть немножко. Но по сути та же единица, только чуть более, ну не знаю, такая гармонично, оккультуренная, что ли. Спасибо. Вот. Я не буду все цифры разбирать, сейчас коснусь одной очень интересной шестеркой. Очень во многих школах, религиях и так далее шестерку называют цифрой или числом дьявола, да? Скажите, пожалуйста, чем занимается дьявол во всех религиях? Искушает. Искушает. Чем? Здрасте. Какими? Удегая. Удегая. Материальными благами. Шестерка, смотрите, сдернуть с высшего мира и замкнуть на мир материальный. Понимаете? Все. Ясно, да? Судя. На девятке. Вот. Теперь к вопросу девятки. Нарисуйте сейчас девятку. Ну, нарисуйте, как вы ее рисуете. Вот. А теперь показываю, как вообще девятку во многих школах, религиях называют числом полным. Слышали, наверное, да? Но, как меня учили в школе рисовать девятку. Показываю. Так? Да. Варианты могут быть вот такие. Сейчас попробую. Вот что-то типа этого, да? Да, да. Но суть, ребят, смотрите, суть. Так вот, девятка рисуется вот так. Сверху внизу. Да. Снизу переходу снизу. Понимаете? А теперь понятно, почему это число или цифра Бога? Да. Выход на новый уровень и фиксация, скажем так, в верхнем мире. Но, почему-то нас учили. Интересно? Да. Ребят, по сути, получается, та же шестерка, но если при этой шестерке ты хоть что-то имеешь, то здесь ты не имеешь ни хрена вообще. Мало того, это еще жестче, потому что здесь можно сдернуть только неустойчивых, неустойчивых, а вот это сдергивает даже тех, кто был здесь. Интересный момент. Помните, я вам говорил, это ж неспроста. Помните, зачем и почему я последняя буква алфавита и так далее. Вот можно, конечно, говорить, что там это притянуто за уши и так далее, но просто слишком много вот этих случайностей и слишком они в одну сторону долгят. Если нам все цифры им не покажут, то где что взять? Нумерология. Угол тебе в руки. Отлично. Нумерология очень большая сайт. Да, и в общем, много нумерологии. Вот. Ну, ясно, да, символы? Причем обратите внимание, что мы с этим каждый день взаимодействуем. Да. Особенно цены 999 тысяч. Да, смотря откуда рисовать.